Донбасский текст Это великий текст, великий русский текст И он важен не только как фиксация времени, не только как фиксация момента Он важен, потому что это действительно великая русская литература Иногда я встречаю непонимание Иногда на меня смотрят и, ну, как будто, наверное, даже с сочувствием Ну, это известная сумасшедшая Ревякина, которая ставит на пьедестал донбасского поэта Но ставлю-то я на пьедестал донбасского поэта не только потому, что он столько пережил Знаете, донбасскому поэту нам скидка не нужна Донбасским поэтам скидка не нужна Как она не нужна была, например, Николаю Анциферову Как она не нужна была Наталье Хаткиной Это большие имена Николай Анциферов, он, к сожалению, ушел из жизни в Москве Это тот человек, который написал Я работаю как вельможа, я работаю только от лежа О шахтерском труде Наталья Хаткина, будучи юной девчушкой Стала известна на весь Советский Союз благодаря комсомольской правде А предисловие к ее первой книге написал Евгений Александрович Евтушенко А та поэзия, которая сегодня создается в Донбассе Она, безусловно, врачует сердца и донбасовцев Потому что происходит узнавание Но она способна еще открыть сердца тех людей, которые прочтут Не имея военного опыта Не проживая в городе миллиона роз, миллиона слез В городе донецких поэтов, русских поэтов Она способна дотянуться и открыть сердца Для людей, прежде всего, поэзия для людей Мы знаем, что сейчас, безусловно, есть два полюса И есть так называемая Z-поэзия Есть так называемая поэзия, которая противопоставляет себя Z-поэзии Хотя вот те, которые противопоставляют себя Z-поэзии Собственно, и навесили на Z-поэзию вот этот ярлык Понятно, что произошло определенное разделение Этот водораздел очевиден Хочется подчеркнуть, что антология донбасской поэзии Великий блокфост — это, конечно, не совсем Z-поэзия Потому что Z-поэзию для себя лично я определяю Как новое явление, которое получило старт Именно 24 февраля 2022 года А донбасский текст, он начался гораздо-гораздо раньше И этот текст, поверьте мне, он стартовал даже не в 2014 году Не в тот год, когда на землю Донбасса пришла война Он стартовал даже раньше Именно поэтому в антологии «Великий блокфост» есть раздел «Предчувствие войны» Там поэты пишут о войне, не понимая, о какой войне они пишут А потом она пришла в 2014 году и разделила жизни на до и после